Добрый вечер, сегодня пятница, а значит на канале Н4, ток-шоу без галстуков с Александром Стахурским. Сегодня тема нашего выпуска называется управление государством. И в гостях у меня эксперт в области государственного управления Еремей Присяжнюк. Добрый вечер, Еремей. Добрый вечер. Сразу скажу нашим зрителям, что мы будем на «ты», мы много лет друг друга знаем. Хотя мы редко пересекались, периодически где-то встречались на каких-то мероприятиях в городе. И я всегда со стороны следил за твоей карьерой, потому что сейчас мы об этом отдельно поговорим. Слушай, ты знаешь, мне очень тяжело далась подготовка к этой программе. Вот реально. Потому что государственное управление, начал смотреть вопросы, тематику. Такой вот сразу становишься таким, как будто сам как чиновник, знаешь, сразу вот как Гоголя вспомнил. «Мертвые души», «Ревизора». То есть классика такая, знаешь, вот именно про чиновников, где показывают вот они классические образы такие. Но и вот думал, какие вопросы придумать, как подходить. И решил, что вот постараюсь, чтобы зрителям было интересно, чтобы мы с тобой в формате без галстука, потому что я вот без галстука тебя редко вижу, потому что, как говорится, любой государственный служащий, он всегда обязан быть, как говорится, при параде, вот и там все. Слушай, знаешь, я вот так вот, чтобы на вскидку, сейчас я с другой стороны зайду. Я вспомнил один случай, когда я увидел магию, настоящее волшебство силы государственного чиновника. Знаешь, какой был случай? Я не помню, по какому случаю. Мы с тобой где-то пили в городе кофе, и тут мне позвонила моя супруга и сказала, что вот она сейчас с отцом своим, находится у него инсульт, он потерял сознание, и она находится в больнице скорой помощи. Его увезли, ничего не говорят, она вместе с его женой была, то есть женщина 80 лет ему где-то. Ничего не говорят, полный игнор, как говорится, ничего не отвечают. И она мне позвонила, говорит, вот папа попал в больницу. И ты увидел, что у меня изменилось лицо, и ты меня спросил, а что случилось? Я говорю, вот у меня тесть попал в больницу. Ты спросил имя и фамилию. Ты набрал кого-то, я не знаю кого. Сказал буквально несколько слов. И вечером, когда уже я пришел домой, мне супруга сказала, произошло реально чудо. Раскрылись двери отделения скорой помощи приемного. Оттуда выскочило два человека, сказала, кто родственники этих, кто вы, все будет сделано, все. Ему в своевременно провели все необходимые мероприятия, которые необходимы в случае инсульта. То есть оказали должное внимание и некоторое время он, безусловно, еще, как говорится, слава богу, говорится, пожил. Я, у меня потом жена говорит, а что произошло, как так получилось, вот, говорится, просто вот мне никто ничего тут выскочил. Ты на тот момент, если я не ошибаюсь, отвечал за здравоохранение в кабинете министров. Я так понимаю, что твое слово для этих людей имело. К сожалению, вот сейчас мы об этом будем говорить, к сожалению, происходит так, что у нас вот через такие звонки, либо просьбы какие-то очень много решаются. И порой, а я знаю таких случаев немало, ты, наверное, тоже, людей просто не оказывают должного внимания, не оказывают помощи своевременной, именно когда должны делать люди. То же самое относится и к работникам госаппарата. Смотри, вот я сейчас немножко для наших зрителей, потому что ты человек достаточно не публичный, до определенного момента был, вот я это точно знаю. Я немножко хочу о твоей вот карьере рассказать, чтобы люди понимали, насколько ты в разных сферах работал. Значит, смотри, вот если я не ошибаюсь, значит, у тебя юридическое образование, там у тебя разные стадии повышения были. Ты начинал работать еще, по-моему, когда студентом, ты работал в одном из адвокатских бюро, а потом стал работать в одной крупной, мы не будем называть, одну крупную, компанию. Так сейчас уже ностальгия, да? А потом ты, если я не ошибаюсь, проходил практику в Центре по борьбе с коррупцией, тогда вот только он начинался, тогда был Виорел Китрару руководителем. Валентин Межинский. Межинский еще был, да? Ага. И тебе кто-то предложил, то ли Межинский, то ли Китрару, я не помню, кто-то тебе потом предложил, как тебя заметили, когда ты был на практике, тебе предложили пойти туда на работу. И вот я посмотрел в биографии, в 2006 году ты, по-моему, туда и стал, стал там работать, и работал очень много лет, ты был там старшим инспектором следственного подразделения, вот Центра по борьбе с экономическими преступлениями. Оперативного. Оперативного, да, оперативного. Я вот в ту, я сейчас просто так подойду, это очень, на мой взгляд, интересные моменты, потому что я когда-то с тобой там пересекся, ты там несколько лет уже проработал и спросил, а как вообще служба, как дела? И ты мне сказал, что тебе, как юристу, порой приходится, как говорится, подчищать или, я не знаю, сглаживать углы после различных маски-шоу тогда проводились. То есть людей, значит, бухгалтеров, каких-то экономических работников врывали с автоматами, ложили чуть ли не на пол, забирали флешки. То есть это творилось, вот просто мы пришли проверить бухгалтерию, а ты потом, как юрист, в суде и вот все процедуры, ты вот эти вопросы все за ними сглаживал, потому что они нарушали закон, то есть они превышали меры, как говорится, своих полномочий. Были определенные доработки. Доработки, да, таким вот образом. То есть я помню, ты тогда говорила именно об этом, что приходится за вот этими вот непонятными и ненужными силовыми действиями, приходится, значит, принимать решения. А потом, в 2012 году ты стал работать в правительстве в должности старшего государственного советника премьер-министра, правильно? Да. А тебя, если не ошибаюсь, лично Филак пригласил туда? Да, это в 2012 году было приглашение после того, как в рамках Центра по борьбе с коррупцией и экономической преступлением коррупции, так как я был ответственный по отрасли здравоохранения и медицинской области, в тот период я был ответственный за внедрение проекта по ценообразованию на лекарственные изделия и лекарственные препараты. И в то же время это было имплементирование еще и централизованных закупок по лекарствам и медицинскому оборудованию. И так как со стороны Центра по борьбе с коррупцией был как бы уполномочен участвовать и представлять интересы в процессе имплементирования данных нормативных актов, кстати, данный опыт мы переняли больше из европейских стран, даже тогда еще в 2012. Это до 2012, это начиная с 2009-2010, мы уже начали перенимать практику европейских стран. И была великолепная возможность перенять тот опыт Румынии именно по формированию цен на лекарства. И тогда тем самым мы смогли после внедрения данных механизмов сдерживать и предотвращать определенный рост цен на лекарственные средства. Поэтому это был достаточно интересный проект, который фактически, ты прав, мы воплотили тогда в реальность. Слушай, а почему тебя Филат пригласил в правительство советников? Ну, так как были, возможно, были какие-то моменты, когда мы четко высказывали свою точку зрения, в тот момент отрасль здравоохранения нуждалась в определенном... Нужно было по-другому посмотреть на эти процессы, не сугубо с точки зрения предотвращения, не то что предотвращения, не сугубо в борьбе классической, нужно было предпринимать какие-то меры для того, чтобы предотвращать определенные моменты. Потому что в тот период было очень много казусов, которые говорили какие-то коррупционные составляющие, продвижение. Поэтому здесь это было поднято на уровень правительства, на уровень национальный, для того, чтобы этот сегмент был, особое внимание было выделено. Поэтому было принято решение со стороны премьер-министра тогда о том, чтобы пригласить людей из практической работы, которые имели постоянное отношение с медицинским сектором. Поэтому, возвращаясь к тому, что ты говорил по поводу медицинской отрасли и того казуса, который мы тогда попытались предпринять все возможные усилия. Благо, этой функции предоставила возможность повстречать множество специалистов в области медицины, великолепные врачи, специалисты, медицинские представители, которые, благо тех должностей, которые занимал, предоставили мне возможность иметь определенный багаж тех знаний. Не то, что и в том числе знаний, так как мы очень много порой, даже... Тебе надо было внук войти в эту кухню. Когда мы порой разговариваем, вхожу в определенную дискуссию, многие спрашивают, а вы из отрасли медицины или как-то... Владеешь терминологией. Я с медициной вообще ничего не имею общего. Единственный элемент, который меня связывает с медициной, это семья, моя жена, моя теща и моя тесть, которые все врачи, и практически вся семья – это врачи. И вот, видимо, в детстве, когда мой папа очень сильно хотел, чтобы я стал врачом. Ну, это такая вот некая компенсация. И, видимо, вот эта энергетика и вот желание отца, который, к сожалению, умер. И тогда он очень сильно, потому что была очень серьезная болезнь у него. И вот это желание, возможно, оно на уровне энергетическом, оно так сделало, чтобы меня привести, может быть, не в прямое отношение к той профессии, но непосредственно косвенно иметь какое-то отношение. И, слава богу, я посредством данных встречал очень многих людей, очень многих специалистов, которые фактически сформировали, где я сейчас нахожусь. И даже до сегодняшнего момента это изумительный сегмент, который всегда говорил, что медицинская отрасль и врачи – это отдельная, очень интересная сегмент, которая… Ну, у меня на программе было несколько раз, значит, поднимались тематики по медицинской отрасли. Я надеюсь, что в будущем тоже будут, потому что, в принципе, действительно, наши врачи достойны уважения, и у них очень много есть, что сказать, что порекомендовать, обратиться к обществу, и люди, наши зрители, наши общества должны знать о таких людях. И обязательно, и государство должно очень сильно поощрять. Безусловно, ну, как говорится, в некоторые попытки. Слушай, а позже ты стал советником уже у премьера Павла Филиппа, и отвечал за социальную еще сферу, да, если не ошибаюсь? Еще до этого был господин Лянко, и после этого господин Филипп. Слушай, а вот… Даже с господином Кику тоже работали, но уже в рамках, уже в другой должности. Слушай, а вот эта вот преемственность, как она происходит? Например, у нас, у многих, наверное, не знаю, вот людей сформировался такой некий клише, что, ну вот, приходит какой-то высокопоставленный чиновник, он собирает вокруг себя своих людей, например, условно говоря, если тебя позвал Филат, значит, а, ну это, конечно, это человек Филата, он будет возле него, а потом раз, вообще, в другой полюс, так сказать, говорится, вообще из другой партии человек, значит, который, вообще, говорится, конфронтация, да, вот это было. Потом эти альянсы все, там, разные, там, бетоны, не бетоны, все это было, но чиновники переходят, то есть, фактически, это классический подход, который есть, например, в той же Европе и во многих других странах, когда меняются политические лидеры, какие-то политические классы, но чиновники, которые, в хорошем смысле этого слова, люди, которые профессионалы своего дела, они знают эту всю структуру, они остаются на местах, то есть, просто меняются какие-то вектора. Вот как тебе так удалось, ты раз, два, три, четыре, да, или пять, и... Ну, были определенные промежутки. Промежутки, понятно, но все равно. Единственная преемственность была в процессе, когда был первое правительство, первый премьер-министр, и переход от правительства господина Филата, и переход правительства господина Лянко. И в тот период именно вот как раз участия и в тех важных процессах, как подписано соглашение, ассоциировано соглашение, и свободный безвизовый режим, который был введен в Республике Молдовы, имел ту великолепную возможность участвовать во всех этих процессах и быть частью тех решений, которые были приняты тогда, благо тех действий, которые были. И поэтому я не могу сказать о том, что это было какое-то, допустим, уже после правительства господина Лянко, фактически уже продолжил свою деятельность в неправительственных организациях и постарался как бы дальше продолжать ту деятельность, которую непосредственно выполнял, но уже немного в других направлениях, которые касались там вот именно сегмент борьбы с коррупцией, юстиции, реформирования. И поэтому в рамках института по европейским реформам из Берлина воплощали, вот фактически был проект по борьбе с коррупцией и по реформированию юстиции. Вот как бы вот этот момент, а далее уже прошли определенные моменты, когда был приглашен уже в команду господина Филиппа, где на начальном этапе был тот, опять же, был советником у него и после того уже возглавил новое подразделение для Республики Молдова. Это была новая структура в рамках премьеры Республики Молдовы. Мы переняли опыт из, это английский опыт, времен Тони Блэра, во время, когда был премьер-министр 1997-2007 год. У него очень эффективная структура была, которая позволяла осуществлять контроль за выполнением тех решений правительственных, либо стратегий, планов. Это как была структура по мониторингу и контролю тех решений. На румынском это название «корп деконтрол», а он прибыл у министру. Контролирующая, но это не контролирующая в классической форме, которая санкционирует. Я понял. Это нечто, которое является катализатором выполнения определенных решений, воплощения этих правительственных, вот как имплементирования. Поэтому в мои полномочия входило, опять же, по поручению премьер-министра, те проблемы, либо кризисные ситуации, когда была необходимость вовлечения разных структур ведомств, министерств. Как бы непосредственная структура вовлекалась для того, чтобы ускорить некоторые процессы и предоставить ту помощь для того, чтобы более эффективно имплементировать те или иные процессы. Поэтому, как бы, вот то, что касалось данного, и уже последняя отрасль в рамках государственной службы была руководителем агентства лекарств и медицинского оборудования в период ковида. Опять же, это была кризисная ситуация для страны, не только для страны, для всего мира. И тогда вот именно ощутили ту возможность, когда посредством того взаимодействия и сотрудничества с европейскими странами, которые мы имели, была предоставлена та возможность, та помощь, которая в виде тех вакцин, либо в виде медицинского оборудования, либо той помощи, которая была предоставлена с соседней стороны страны, как Румыния, либо другие страны, с разных направлений, которые были предоставлены для нас. Вот тогда была та великолепная возможность, когда возглавлял данную структуру. И, соответственно, знаете, как в кризисных ситуациях очень многого импровизируешь, потому что не можешь предсказать, какие в определенные... Ну да, конечно, ты не можешь понять, к какому направлению пойдет. Поэтому было очень сложно и достаточно интересный опыт был. Смотри, потом ты был небольшой промежуток времени в парламенте советником, в Комитет парламента по экономике, бюджету и финансам. Я хочу, чтобы мы проскочим, чтобы время не занимать. Большая биография. А потом вновь вернулся в правительство. В 2016-2018 был старшим государственным советником премьер-министра в сфере борьбы с коррупцией, деятельностью правоохранительных органов. То есть это как бы ты опять еще раз делал круг, вернувшись, вот с чего ты начинал. То есть это тоже было при Филиппе, да? Да, это при господине Филиппе, да. А потом был 2018-19 руководитель контрольно-надзорного органа премьер-министра. Да, вот то, что мы говорили по поводу той структуры, которая осуществляла тот контроль именно за имплементацией этих решений и оптимизации. Кстати, очень интересная структура, которая немного пассивна, сейчас она находится в определенном состоянии, видно, и сугубо ее сейчас особо не видно. В то время была эта структура вовлечена даже в какие-то процессы, допустим, исходя, вот простой пример вам, агентство публичного услуг. Все знаем, что в определенный промежуток времени, когда, допустим, приезжает диаспора, очень многие граждане Республики Молдовы, очень большой поток на данные услуги, разные, либо по паспортам, либо по свидетельству о рождении. И фактически была вот данная ситуация, когда очень много граждан жаловались тому, что идут какие-то задержки, либо идут очереди большие. И тогда вовлекли, фактически была предоставлена цель для данной структуры, для того, чтобы посмотреть, идентифицировать проблемы и предоставить решения для оптимизации. И вот фактически, находясь с утра до вечера и практически весь бизнес-процесс, который с момента заходения, допустим, гражданина в агентство и до конца, мы идентифицировали те проблемы, которые были в тот момент. И после того, как были они исключены, очень быстро ускорились эти элементы. И как бы вот одна из тех моментов для того, чтобы понять, чем занималась данная структура, ни в коем случае это не было как определенной битой для того, чтобы угрожать кому-то. Грозным быть или там, допустим, в сугубо классической форме контролирующий орган. Поэтому какая-то комбинирование вот этих элементов, она очень интересно способствовала. И даже вот я дал тот пример Англии, но более того, и в соседней Румынии, они тоже переняли этот пример. И в Румынии также существует эта структура. Более того, они внедрили эту структуру в разных министерствах и ведомствах. Вот именно функционирует это уже как очень эффективно и в рамках уже как структуральной по иерархии идет. У нас осталось до рекламы две минуты. Я хочу, чтобы мы закончили, так сказать, именно по биографии, чтобы люди понимали сферы, в которых ты работал. А дальше мы уже в следующих частях пойдем непосредственно. В 19-е по 20-й год ты был опять в парламенте, в комитете по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. То есть это тоже отдельная, связанная с безопасностью уже в масштабах страны деятельность. После этого опять вот агентство по лекарствам, о чем мы говорили. Потом, значит, в 2021-2022 юридический консультант в отделе управления консолидированными сельскохозяйственными проектами Всемирного банка. Вот. Был у тебя политический этап, о котором мы отдельно поговорим. Да, вот. Потому что это тоже очень интересный, я считаю, опыт, чтобы ты о нем более подробно рассказал. Дальше, вот после рекламы, у нас сейчас одна минута осталась. Я хочу, чтобы мы поговорили вообще, в чем состоит суть работника, вот именно советника, да, премьер-министра. Вот, какие он выполняет функции, кто его слушает, кто его не слушает, как это все устроено, потому что такие люди, как правило, никогда не видны, вот, как говорится. Вот. Но без людей, которые находятся на государственной службе, ни одно государство существовать не может, да, то есть мы всегда видим первых лиц, вторых каких-то, может быть, там, третий эшелон, но существует долгая подготовка каких-то законодательных решений, каких-то консультаций. Вот это все, в любой стране это происходит, и вот об этом мы поговорим уже после рекламы. У нас сейчас реклама, реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Мы возвращаемся после рекламной паузы, напомню, что на канале Н4 вы смотрите ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским. Сегодня мы говорим о управлении государством, и в гостях у меня эксперт в сфере государственного регулирования Еремей Присяжнюк. Еремей, слушай, мы в первой части программы рассказали о твоей вот сфере деятельности, какие ты занимал, должности и посты на протяжении уже почти 20 лет. Такие страшные цифры мы уже произносим. А теперь я хочу, чтобы ты вот рассказал вот, как говорится, вот такую инсайдерскую информацию, вот как это все устроено. Вот скажи, вот советник, премьер-министр, вот как вообще министрам дают советы, как это устроено, потому что люди не понимают, что есть специальные люди, ну как это, тавтология такая, и специальные эксперты, которые рекомендуют что-то, что-то советуют, где-то говорят, этого не делай. А как вот на это реагирует, например, премьер-министр? Он же не обязан слушать, да, советы, либо он дает распоряжение, либо он говорит, я не хочу это слушать. Ему там настоятельные какие-то дают, не знаю, указания, что ли. Делайте так, потому что иначе будет плохо. Как это происходит вообще? Ну, это достаточно интересный вопрос, и поэтому я... Развернуто давай. Честно скажу, как бы, опять же, великолепная возможность, которая была предоставлена в момент, когда пригласили меня быть советником у практически трех премьер-министров, это процесс достаточно креативный, и очень вовлекаешься, очень сильно в процессы, которые связаны, и ты понимаешь ту меру ответственности в момент, когда ты что-то советуешь премьер-министру, так как ты являешься частью того восприятия, что такое премьер-министр, потому что в рамках данной функции есть кабинет премьер-министра, который вот фактически приглашаются советники по разным отраслям. Поэтому в мои полномочия входили так же, как и других коллег, исходя из той отрасли, которая была, допустим, там здравоохранение и социальное, допустим, опять же, и социальные взаимоотношения, опять же, были так же в моем функциональной обязанности. Это было начиная, помимо того, что те запланированные мероприятия, были очень много вещей, которые касались законотворческих каких-то процессов, какие-то проекты. Более того, какие-то, допустим, даже те же визиты премьер-министра, которые осуществлялись там, допустим, в медицинские учреждения. Нужно было формировать определенную сценарию, стратегию, допустим, нахождения, взаимодействия с другими, с протокольной службой премьер-министра. Это был очень интересный процесс, в котором вовлекалось очень много людей, начиная с службы безопасности, заканчивая операторами, фотографами. Это очень большой процесс, взаимодействие со всеми структурами. Более того, в полномочия советника входили фактически установление определенного сценария, взаимодействие с разными субъектами, разными вовлеченными, допустим, в проведение определенных мероприятий. Помимо того, по разным отраслям, опять же, многие премьер-министры, они опять же, то, что слушали советники, это не обозначало, что они делают так, как советники. Во множество ситуаций, опять же, были премьер-министры, которые могли пригласить одного или другого советника, но после этого перепроверить, спросить еще других людей, которые, допустим, в данных направлении. Это связано с недоверием? Это не то, что недоверие. Это хорошо, когда люди имеют возможность выслушать разные стороны, потому что, опять же, допустим, в момент, когда являешься советником по определенной отрасли, есть же и министерство, либо министры, которые опять же по той же отрасли. Поэтому роль советника заключается в том... Советник, опять же, где-то является тем же катализатором определенных процессов, потому что премьер-министр – это фигура достаточно занятая, и не каждый раз те министры, либо руководители ведомств, либо другие имеют возможность напрямик общаться. Поэтому роль советника является предоставлением либо того... То есть он некий транслятор такой, посредник, да? Это очень ответственно, нужно подходить к этому вопросу и четко давать ту информацию, которая приходит из... Помимо всех этих, допустим, вот то, что мы говорили, этих функциональных, это, опять же, замерение той температуры. Когда говорят, почему, допустим, не знают и не выходят из кабинета, ну, не выходит премьер-министр из кабинета. Есть люди, которые должны заниматься и должны ощущать, допустим, определенную температуру в обществе. По тем или иным направлениям. Поэтому, вы знаете, говорят, вот в контексте советов, когда множество советов, опять же, вернусь к Тони Блэру, как премьер-министр, почему запечатлился, потому что это достаточно интересная фигура, как политический деятель, как премьер-министр, который 10 лет возглавлял такую продвинутую страну с экономической точки зрения, как Англия. И очень важно было, что он как характеризовал, что такое лидер или руководитель, невзирая это премьер-министр либо другие направления. Это тот, который умеет выслушивать и умеет слушать и прислушивается к разным советам. И принимает решения, исходя из не только одного, допустим, из определенного источника либо другого, он может замерить и принять, опять же, тоже, исходя из своих внутренних восприятий, как он видит эти вещи. Вот как бы то, что касается именно советника. А дальше это командная работа, это, опять же, постоянный диалог, который ведется с другими коллегами по данному и по данному направлению советниками. В процессе даже, допустим, интеграции, когда наша страна начала этот процесс, диалог по поводу европейского нашего будущего, тогда, когда начались дискуссии по поводу соглашения об ассоциировании, тех либерализированных режиме, мы, опять же, были предприняты ряд действий и взаимодействий, которые с разными министерствами, ведомствами, которые общались и воплощались, старались имплементировать те или иные. Скажи, пожалуйста, вот я не хочу, как говорится, понятно, ты отвечал за определенную сферу вначале, потом у тебя полномочия на определенных этапах расширялись, но, в принципе, остается тот же самый. А вот скажи, что происходит, когда, например, советник дает совет и настоятельно рекомендует что-то сделать или не сделать, а к нему министр, тем более премьер-министр не прислушивается. И советник понимает, что это несет определенную угрозу. Бывают же такие решения, то есть он уверен, что это несет угрозу, а его не слушают. Вот что тогда происходит, что делает советник, как он на это реагирует? Он это просто воспринимает, ну да, так вот, не послушал, но и не послушал. А потом негативные последствия. Да. И кто за них несет ответственность? Советники тоже люди. Не всегда они, допустим, да, они выражают свою точку зрения, исходя из того опыта, который у них есть, из тех знаний. Но решение, окончательное решение принадлежит тому человеку, который руководителю, премьер-министру, либо другому руководителю, министру, принадлежит непосредственно. Поэтому советники, они могут говорить риски, плюсы, минусы в тех или иных решениях, какие последствия могут возникнуть в результате принятия определенных решений. Поэтому здесь сугубо очень, знаете, как сказать, очень комплексный момент, который, опять же, премьер-министр должен прислушиваться, но принимать решения, исходя из своих, опять же, восприятия тех. Потому что, может быть, иногда существует параллельная информация, которая предоставляется ввиду каких-то более, допустим, внутренних каких-то других информационных потоков. Я предполагаю, допустим, сейчас какие-то, мы просто сейчас, как говорится, имитируем определенные ситуации. Может быть, опять же, какая-то информация предоставляется из других структур, которые более глубоко вовниклись в определенные процессы. Поэтому здесь, поэтому роль премьер-министра, руководителя, либо это президент, либо председатель парламента, либо руководитель структур, очень важен в момент, когда они принимаете решения. Я уверен, что они требуют того совета со стороны не только одного советника, но и других. И принимают решения, исходя из того анализа, личного анализа, который они делают. Я хочу, чтобы мы сейчас поговорили уже более предметно о профессионализме чиновников. Давай попробуем поговорить о профессиональной компетентности. Есть вообще в современной международной практике некие общие критерии для того, чтобы человек должен разбираться, вот именно тот или иной советник, должен разбираться в своей сфере деятельности. Обладать профильным либо образованием, либо соответствующими областями, навыками работы. И как ты по десятибальной системе можешь оценить, например, на сегодняшний день, вот эти вот критерии для молдавских чиновников, для вот так вот общей, потому что ты в любом случае за многие годы ты знаешь очень многих, вот как говорится, то есть ты видел разные. Вот на данный момент, в каком состоянии у нас находится вот этот аппарат чиновников? Ну, если мы говорим о советниках, премьер-министра. Нет, вообще вот как бы об аппарате. Я просто хотел бы добавить то, что касается советников. В момент, когда назначается премьер-министр, премьер-министр назначает советников, он исходит из каких-то личного, личного доверия к тому или иному советнику, либо представителю, который фактически там идет и фактически назначение советника, либо увольнение советника по принципу доверия. Поэтому если есть... Там и люди уходят? В моей практике я не видел. Ну, возможно, если, допустим, есть какой-то определенный там, допустим, проект, либо необходимо уехать в рамках проектов каких-то, вот в моей практике были. То есть принципиальных не было решений? Я, например, слышал, что... Был, был случай, я тоже так слушал. Были случаи, когда назначали советником буквально утром, а вечером уже просто люди, возможно, не понимали, допустим, то туда, куда, или ту ответственность, которая предоставляется тебе. Потому что в момент, когда назначает советник, тебе предоставляют очень большой поток информации, который заключается в том государственном управлении, и поэтому быть советником это огромнейшая ответственность, опять же, повторюсь, потому что это очень большой поток информации, который касается судьбы граждан Республики Молдовы, и не только судьбы граждан, но и всей страны. Вот мы начинали говорить по поводу того времени реформ, когда либерально-демократическая партия пришла к власти. Очень было много энтузиазма, тогда вот с Европой, вот эти вот, потом эти процессы, реинтеграция, начались первые движения, хотя как-то надо быть уважительным, все-таки партия коммунистов первая, кто инициировала сближение, ну, как бы первые шаги сделала. Дальше вот пошел момент реализации уже непосредственно. И очень было много ожиданий. И, насколько я помню, нескольких людей, как советников, да, и в свой кабинет министров пригласил Владимир Филат. И эти люди, обладая определенными знаниями, определенным опытом зарубежной работы, они были готовы работать. Они, а потом, опять же, это разговоры такие инсайдерские, некоторые люди были очень разочарованы, что, подождите, а мы попали, оказывается, туда, где мы всегда и были. То есть, нас, как специалистов, не слушали. То есть, страна не стала развиваться в том направлении, о чем, как говорится, вот, как, не знаю, как госчиновник, как, я не знаю, как патриот своей страны, вот так, в хорошем смысле этого слова, люди думали. Просто получилось, что, ага, да, ты сказал это, а мы будем делать по-другому. То есть, вот, как вот с этим быть у нас вот в стране, потому что существует вот этот вот, как говорится, дисбаланс между тем, что люди желают, как профессионалы, чтобы было продвигаться, продвижение каких-то там реформ, там, вот этих экспертиз и все, что остальное, а политический класс, либо конкретный лидер, он на это не обращает внимания. Ну, сложно сказать. Я не встречал в своей практике, сколько было в советникам разных премьер-министров о том, что многие там разочаровывались, уходили, либо, ну, слушайте, советники, они ответственны за те отрасли. Я могу говорить о своей отрасли и говорить о тех элементах, которые были, связывали, допустим, я могу понимать те или иные решения премьер-министров, которые были приняты в определенном решении, так как был, допустим, в тех или иных процессах рядом или вовлечен в определенный момент. Поэтому здесь очень важно отметить то, что каждый из этих премьер-министров, он имеет свой характер, имеет свои какие-то черты, которые характеризуют. Есть кто-то более оставит акцент на хозяйственную деятельность, более внутреннюю деятельность, кто-то очень хорош с внешней политикой, кто-то вот именно сугубо имел инженерное формирование мышления. Поэтому я не думаю, что кто-то из этих премьер-министров имел какую-то, допустим, цель, нежели развивать страну, нежели делать. То, что фактически были какие-то элементы, которые... Это, знаете как, это уже необходимо более детально обсудить для того, чтобы дать четкое определение, что двигало в те или иные моменты. А есть вообще какие-то, не знаю, общие критерии для госчиновников в Молдове? Вот ты говорил, что британский опыт был перенят для определенной имплементации решений, контроля, мониторинг, все. А вот именно, ну такой вот некий кодекс чиновника, например, какой-то вот в Молдове из-за этих... У нас принят код декондуита функционару и публика, это есть, оно существует, есть и законы, и законодательная база, которая говорит о тех условиях для того, чтобы стать и на законотворческом уровне, и фактически оно существует. Поэтому тот элемент, который описан в законодательных актах о меритократии, о профессионализме, оно существует. Как это выполняется в практике, здесь, возможно, можно пообсуждать. Слушай, я, наверное, тогда зря готовился, а я так думал, что у нас этого нет. Я вот подготовил рубрику такую, знаешь, как говорится, в гостях у сказки. Выдержки из кодекса чиновника Сингапура. Ты в Сингапуре был по работе. Да, да, кстати. И как тебе впечатление? Изумительно. Ну как? Там немного режим специфический, да? Специфический режим. Он далек от демократических ценностей. Но вообще, кстати, вот эта вот грань, очень много полемик в современном мире идет, даже в самых развитых демократиях, да, о том, на самом деле, вот этот вот между кнутом и пряником. Потому что до определенного уровня, это как маленького ребенка, есть версии, и опять же, я сейчас не ставлю, не стою на той или другой позиции, есть версия, что человека надо сначала научить методам принуждения, воспитания. Ну, надо возвращаться в ту историю, откуда вы начинали. У каждого, да. Сингапур, и та ситуация в Малайзии, когда еще была, и тот момент, когда была большая проблема сугубо с точки зрения употребления и опиума, и была большая проблема в том регионе, поэтому для Ликван Ю это была ситуация для того, чтобы идентифицировать лучший метод для того, чтобы бороться с этим. Поэтому иногда, когда говорят, что почему такие жесткие меры, да, вот именно по потреблению наркотиков. Ну, а наркотики это отдельная история. Я говорю то, что вот какие меры были. Я сейчас вообще про государство. Был пример Сингапура. Да, да. А я вот предлагаю, знаешь как, давай сделаем таким образом. Я вот сейчас буду зачитывать из вот этого кодекса сингапурского, а ты скажешь, что есть в нашем молдавском законодательстве по этой теме. Вот кодекса чиновников. Да приблизительно, общее. Это все равно такой обзорный, а не по пунктам. Да, смотри. Сингапурский чиновник обязан информировать власть и контролирующие организации о любых, даже самых незначительных проявлениях коррупции. Ремарка эта не считается стукачеством в Сингапуре как государстве. У нас есть, более того, у нас посвященный закон данному изречению. Это даже не в кодексе, у нас есть отдельный закон по поводу данного, вот именно антикоррупционный закон, который вот именно гласит вот то, что вы сказали. Есть, есть. Следующий. Дистанцироваться от любых неформальных отношений с людьми и организациями, которые так или иначе зависят от принимаемых решений. Ну, конфликт интересов. Ну, опять же, есть у нас. Теоретически у нас есть в законодательстве Республики Молдов. Это только радует. Чиновнику запрещается намекать на собственные интересы в любого рода бизнесе. То же самое касается членов его семьи. Принимать какие-либо подарки, которые можно расценивать как плату за услуги. Принимать подарки за уклонение от действий, положенных по закону. Принимать плату или хотя бы намекать на нее за проявление или не проявление личного расположения. Более того, у нас даже есть и регистр по декларации тех подарков, которые предоставляются, если это в рамках государственных учреждений. У нас полностью, у нас даже те же структуры функционируют. Национальное агентство по интегритати, по неподкупности, Национальный центр по борьбе с коррупцией. У нас есть это. У нас на законодательном уровне, у нас все это есть. Отлично. Дальше идем. Сознательно допускать ошибки, это запрещается. Сознательно допускать ошибки в любых официальных документах. Бессловно, тоже есть, наверное. Делать официально или неофициально неверные лживые заявления. Уголовный кодекс, есть статья о предоставлении ложной информации, ложных деклараций. Получать и принимать подарки в любой форме, в том числе приглашение на обед и совместный отдых. От лица или компании, с которыми у чиновника есть или были официальные отношения. У нас обозначены эти все условия в рамках законодательства по борьбе с коррупцией. Следующий пункт. Запрещается заниматься коммерческой деятельностью или параллельно работать без письменного разрешения. Получать оплату за услуги, которые входят в перечень его профессиональных обязанностей. Конечно. Государственный служащий не имеет права занимать какие-либо должности в частных предприятиях. Еще чуть-чуть осталось и мы станем почти как Сингапур. Получать дополнительное вознаграждение или какую-либо компенсацию за работу во внеурочное время. Участвовать в бизнесе, который принадлежит лицу, состоящему в деловых отношениях с чиновником. Тоже запрещено. Конечно. Принимать комиссионные вознаграждения, по сути, откаты от поставщиков товаров или услуг. Безусловно. Правда? Принимать предложения, которые можно расценить как бесплатные услуги в качестве вознаграждения. Тоже. Фактически взяткодательство. Совмещать неформальные и официальные отношения. Проявлять фаворитивизм в любом виде. Принимать подарки в завуалированной форме, объясняя их какими-либо официальными поводами. Например, выдать заграничную поездку по обзору за какую-то продукцию. То есть, это все тоже входит в наш Молдавский кодекс и в законодательство. Проводить официальные встречи в местах, принадлежащих зависимым от принимаемых решений лицу. Тоже такая есть. Это в Сингапуре. Посещать офис или место работы чиновника, с которым у чиновника есть или были официальные. Ну и, безусловно, занимать деньги от зависимых лиц. И дальше по списку наносить вред интересам страны. Это классический вариант. Чиновник должен на равных общаться с людьми, с которыми вступают в деловые отношения. Заниматься решением конкретного вопроса, а не изображать бурную занятость. Вот интересный, кстати, кур. Имитация бурной деятельности. Да, 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 совершенно верно. Вот у нас есть законодательство такое? Вот это интересно. Заниматься конкретными делами, вопросами, а не изображать бурную занятость. Я так предполагаю, что в Сингапуре есть определенные сроки решения каких-то вопросов, которые рамки этот чиновник должен этот вопрос решить. Это хорошее планирование, когда есть хорошее планирование и фактически контроль за имплементированием. То, что мы говорили о структуре, которая существует в рамках правительства, и которая может осуществлять сугубо с точки зрения проверки данного, надлежащего либо ненадлежащего исполнения тех или иных действий в рамках планификации, стратегии правительства, решений правительственных, либо решений премьер-министра. У нас минута до рекламной паузы, я хочу, чтобы мы закончили сайта, дальше мы будем уже говорить, как с этим. Кстати, я был в Сингапуре, вы говорили, да? Да, да. Я вот по вопросу, я когда подошел к специалистам, у нас был очень такой эксчейндж, и тогда делегация была с правительством Республики Молдовы, мы тогда задали вопрос, говорят, слушайте, а как у вас происходит, как вы боретесь с неуплатой налогов, вот как? Они посмотрели, что-то не могли перевести друг к другу, и как-то посмотрели друг на друга и говорят, а что это такое? А у нас нет такого. То есть у нас, у них прошло уже несколько поколений, там... Да, и вот то, что вы говорили, то, что ты говоришь, это множество из этих элементов, у них это описано, но у них они это не понимают, у них этого нету. И это было в тринадцатом году еще, когда я был там. Мы сейчас уйдем на рекламную паузу, а потом мы уже сравним, насколько Молдова близка к Сингапуру уже в реальности, да. Мы уходим на рекламную паузу, не переключайтесь, она пройдет быстро. Реклама прошла не очень быстро, сейчас политические, значит, рекламные ролики различные, к сожалению, наверное, для многих, но мы продолжаем нашу беседу, если по какой-то причине вы не посмотрели первые две части нашей программы, вы сможете это сделать на Фейсбуке, в записи, либо на Ютьюбе через несколько часов тоже в записи на канале Н4. Говорим мы сегодня про управление государством, и в гостях у меня эксперт в области государственного управления Еремей Писижнюк. Мы остановились до рекламы о том, что я зачитывал кодекс чиновников Сингапура, и выяснилось, о чудо, что очень многие пункты, так сказать, совпадают с молдавским нашим родным законодательством. Может быть, даже я почти что убежден, у нас даже более совершенное законодательство в этом. Единственный вопрос возникает, почему это не работает. Все. Я вот еще что хотел сказать. Вот есть ответственность чиновников, я сразу же хочу перейти на очень, на мой взгляд, сейчас нашумевший вопрос с этим связанный. Значит, чиновники должны уметь, это тоже в кодексе сингапурского чиновника, должны уметь принимать взвешенные решения, исходя из анализа информации, предвидя возможные последствия и риски. Ну, это логично. И теперь смотри, вот вчера произошло некое такое событие, которое всхолыхнуло наши массы, это запрет или ограничение доступа, значит, к интернет-ресурсу Яндекс российскому, Дзен-площадки, это такой некий, как это, живой журнал, что ли, там, где постят разные люди, ведут блоги, такие, знаешь, вот, индивидуальные. И Рутюб заблокирован. Это очень громкая тема для обсуждения в социальных сетях и разговорах на кухне. И пишут, что сейчас, вот, например, якобы возникли проблемы у такси Яндекс в Кишиневе, потому что люди не могут нормально заказать этот сервис, потому что идут сбои, водитель не может принять заказ. То есть, на самом деле, с одной стороны, видится многим, и оппозиция этим, безусловно, пользуется, сейчас независимо они от чего, и люди возмущаются, значит, запрет любой информации по тем или иным причинам, это ведет к тому, что люди считают, что их ущемляют. С одной стороны, с другой стороны, вот, сервис ущемляет. Вот скажи, пожалуйста, вот, каким образом принимаются такого рода решения? Вот существуют, вот мы сейчас просто, как бы, это гипотетически, да, существуют советники, вот, принято такое решение, вот, если отмотать назад, кто и как принимал такое решение? Вот, есть люди, которые говорят, вот, мы должны это решение принять. Кто эти люди, кому они советуют, и как это все принимается? Вот, вот скажи, вот, ты много лет опыта. Ну, опять же, мы должны исходить из той информации, которая есть предоставлена в публичном пространстве. Так, как известно, это служба информации и безопасности, которая... Да, то есть это функция СИБА. Поэтому, само собой, перед тем, как принять такие решения, анализируется четко все элементы, вот, как ты и высказал, опять же, все элементы рисков, опять же, тот поток информации, который был предоставлен. Насколько мне известно, были платформы, вот, то, что ты говорил, такси, это еще давно была проблема, которая заключалась в том числе базы данных, которая не была состыковка с налоговой службой, с точки зрения уплаты налогов, которая, я помню раньше, это была определенная проблема, которая была не только с данной системой, но были и другие системы, и не только у нас в Республике Молдова, но и в других странах. Поэтому сложно сказать, какие были мотивы для того, чтобы принять такие решения, но, опять же, я предполагаю, что были основания для того, чтобы принять те или иные решения. Что сейчас важно для того, чтобы четко понимать и не воспринимать, или чтобы не появлялись определенные интерпретации, почему, как, какое было основание, было бы очень важно иметь, опять же, тот диалог и информацию со стороны государственных структур. Я не говорю только о СИБе, либо о других структурах, это вообще государственные. Должен быть транспарентный процесс принятия решений и понимать, почему это все делалось. Ну, смотри, вот это, как мы выясняем, обычно, или по закону, ответственность службы информации и безопасности. То есть, руководство службы информации и безопасности посчитало вдруг, или долго это анализировало, я не знаю, каким образом, что необходимо закрыть в Молдове Рутюб, Яндекс, еще какие-то другие площадки. То есть, их ряд других, до этого тоже закрывались. Дальше что происходит? Они это решение направляют премьер-министру? Вот как это происходит? Вот, например, или они это делают самостоятельно, они вызывают провайдеров и говорят им запретить, там, допустим, доступ или ограничить. Как это происходит? Мне неизвестно, как это происходит сугубо, потому что речь идет о службе информации и безопасности, и здесь идет определенный сегмент, который касается протокола, который подразумевает взаимодействие между государствами и структурами. Я не знаю, каким образом предоставляется вот данная информация. То, что идет определенное информационное предоставление, каждое ежедневное предоставление информации со стороны разных структур, именно премьер-министру, руководителям государства, это несомненно. То, что идет, информируется о тех или иных рисках, Потому что это нормально для того, чтобы даже мы, когда вернемся немного назад, когда мы говорили, что руководители страны, те или иные государственных структур, опять же, правительство, президентура, парламент, мы говорим о тех вещах, которые предоставляют ту информацию, о тех рисках, которые видят, допустим, те службы, в чьи функции входят предотвращение определенных ситуаций. То, что касается государственной безопасности, если здесь речь идет о государственной безопасности, поэтому информация, я уверен, что она была предоставлена, и в момент, когда было принято это решение, я более чем уверен, что это было проинформировано, все структуры, которые существуют и которые взаимодействуют в определенных процессах. То есть, вот я хочу просто понять, в этом процессе участвует ряд специалистов, да, вот я, например, перед передачей готовился, я пообщался с двумя специалистами, которые в области IT. Один из них там кибервопросы, другой просто понимает очень на большом уровне, как эти провайдеры. Ни тот, ни другой не знает, как это вообще принимается решение, но было предположение такое, вот один из них высказал, что, например, дается распоряжение или, я не знаю, как это там делается, какая-то директива, например, Оранжу, там есть Молцел, там есть Молтелеком, значит, закрыть доступ в Молдову с каких-то там каналов. И они, значит, это решение как провайдеры частной компании, там, не знаю, там, Старнет, там, не знаю, еще какие-то другие там компании, не знаю. И они это решение выполняют, то есть вот им дали команду, то есть это официальная государственная структура дала, и они это... Представляешь, Александр, вот тебе специалисты в IT не могут сказать четко, тем более, я, если честно, я не знаю, как это технически проходит. Это технически, но вот мне как раз вот интересно как раз вопрос советников, да, потому что, например, на мой взгляд, здесь логически должны существовать некие аналитические какие-то подходы. Здесь аналитики больше, нежели советники, здесь аналитики, которые... Ну, то есть аналитики, да, то есть они должны принимать решение, кто-то решение должен выслушать, либо советник, либо непосредственно там, я не знаю, там, потому что сейчас все шишки будут падать все равно. Александр, это служба, это очень серьезная служба, это государственная служба информации и безопасности Республики Молдова. Когда принимаются такие решения, я не думаю, что эти решения исходят из каких-то субъективных факторов, либо исходя из какой-то, допустим, не знаю, там, недостоверной информации. Есть определенные критерии, которые, возможно, те или иные аналитики, специалисты в рамках СИБА посчитали, существуют для того, чтобы принимать определенные решения. Я, честно говоря, не знаю четко, что преследовали, допустим, какие были те... Но, безусловно, заботу о гражданах... Ну, мы говорим, мы исходим, знаете, из идеального понимания и восприятия. То, что государство, допустим, имеет, как говорится, думает о безопасности граждан Республики Молдова. Скажи, пожалуйста, а вот кроме советников, министров, премьер-министра в здании правительства, есть еще советники из других стран, например, или консультанты? Вообще есть такие? Ну как, мы в процессах вхождения в этот процесс, когда мы имеем вот этот путь к Европейскому Союзу. Это очень важный процесс, который... Он начался... Сама идея была, как ты сказал, еще со времен, кстати, со времен 2005 года. Но непонятно, почему те основные фигуры, которые были вовлечены в те процессы и очень хорошо поддерживали тогда европейскую интеграцию. А сейчас немного поменяли свою риторику, и мы понимаем, что политика, она, знаете как, она сегодня сказал так, завтра сказал так. Но люди-то понимают, когда кто-то конкретно поддерживал и те руководители правительств, которые были в те или иные времена. Кстати, с 1997 года, мы, если так проанализируем, все правительства Республики Молдовы, где-то порядка 15 правительств, начиная с Иона Чубуха, Стурза, Брагиш и т.д. Вместе с господином Тарлевым, госпожой Гречаной, все практически поддерживали идею европейской интеграции как единственный элемент развития страны. Это все воспринимали, эти все понимали, потому что другой опции нет для того, чтобы как-то развивать страну. Окей, но вот зарубежные советники, они в здании кабинета? Есть разные проекты, мы говорим о проекте Европейского Союза, который говорит вот в процессе после того, как был заключен соглашение. То есть они занимаются непосредственно вопросами... Экспертиза, есть, опять же, Европейский Союз в процессах тех, в данном процессе европейской интеграции, есть определенные реформы, которые выполняются. А кроме европейских есть, например, американские в правительстве? Я не знаю, честно говоря, я не спрашивал национальности. Не, не, ну слушайте, но все равно понятно, что есть какие-то... Опять же, взаимодействуем с разными специалистами, но опять же, в рамках каких-то проектов есть технические проекты, есть эксперты по разным направлениям. И это нормальная практика, которая существует во всех странах. И тем более тех стран, которые готовятся стать членами Европейского Союза. Что такое роль этих экспертов с Европейского Союза? Это специалисты с огромнейшим опытом в разных направлениях. Кстати, у меня была великолепная возможность работать по сегменту антикоррупционному, одним из топ-руководителей структур по борьбе с коррупцией из Польши. Это был очень хороший опыт работы в данном направлении, огромнейший опыт для Республики Молдова. И очень много способствовали даже подготовлению той стратегии по борьбе с коррупцией и неподкупности, которая была тогда составлена. Поэтому вопрос даже не заключается в том, с какой национальностью является. Потому что были и сейчас есть советники в рамках проекта High Level Advisors, которые помогают правительству, и не только правительству Республики Молдова, в разных учреждениях. Начиная с регулятора, парламента, президентура, правительства. Я просто хочу развеять мифы, которые ходят. Ты человек непосредственно изнутри. Это не государственный секрет, но в принципе многие говорят, что существует чуть ли не целый этаж в здании правительства, где сидят западные, я так сейчас обозначу, западные консультанты, которые говорят порой, что делать, что не делать. То есть поэтому чуть ли не под козырек отдают. Поэтому мне хочется узнать, и думаю, как и нашим зрителям, действительно ли это так, либо это просто те технические проекты, по которым участвуют люди. Вот все. Ну, по борьбе с коррупцией, допустим, советники, они прекрасно находились в центре по борьбе с национальным центром. Да у нас из Америки глава центра антикоррупции. И у нас вообще коррупции уже почти победили, судя по тому. Поэтому я говорю, что у нас в разных учреждениях. Поэтому нельзя говорить о том, что кто-то козырек, либо я не знаю, там это существует. Так как эти проекты, они вовлекают именно больше, как для того, чтобы помогать в тех реформах и составлении каких-то нормативных актов, и предоставить тот опыт внедрения в Европейский Союз. Все, закрыли, как говорится, тогда тему. Смотри, вот я хочу спросить. Вот была, вот так происходит на протяжении многих лет, да, что когда приходит какая-то новая политическая власть, она начинает чистку рядов. И в том числе вот среди чиновников, о которых мы говорим. Вот я сейчас вспомнил вот случай, когда готовился к программе. У меня был один знакомый. Он работал во времена еще партии коммунистов, работал в Министерстве культуры и туризма. Он был специалист по туристической деятельности. Молодой, перспективный парень, вот действительно, который занимался туризмом. Когда пришли либералы, я его встретил, он говорит, а меня уволили. Вернее, попросили об увольнении. Я говорю, а мотивация какая? А был такой вопрос, а вы работали при коммунистах, мы поэтому увольняем. И он сам себе задает вопрос, говорит, а я что такого сделал? Я работал на своей должности. Ну вот так вот. Потом у нас пришли другие, которые тоже по числе, я сейчас не буду поменять. Потом третий. То есть у нас каждый раз происходят какие-то вот чистки, у нас вымывают. С тем парнем была история простая. Он был настолько шокирован. Он говорит, так я вообще сотрудник третьего эшелона. Я вообще никакой, я не видел в глаза никакого там, я не знаю, партийного руководства Владимира Николаевича Воронина или кого-то там еще. И вообще к этому не имел никакого отношения. Я был действительно вот чиновник. Что сделал он? Он собрал чемоданы и уехал жить за границу. Мы знаем, были другие варианты. Вот на твой взгляд, что нужно сделать, чтобы такого не происходило? Потому что для того, чтобы вырасти чиновника, вот мы даже на твоем примере говорим, это надо, ну не знаю, 5 лет это минимум. Дальше он начинает приобретать опыт, компетенции, а потом приходит кто-то и говорит, вы знаете, вы были до них. То же самое было при демократическом правлении, да, демпартии, когда, опять же, можно по-разному говорить, там очень много негатива в плане демонизирования Владимира Плохотнюка и его команды. Но был ряд профессиональных специалистов, компетентных во многих областях, и это нельзя отрицать. Эти люди занимали свои определенные работы, они выполняли свою функцию. И ты знаешь об этом, я думаю, как и многие другие. Но что произошло дальше? Ну, я могу только предполагать, что когда нынешняя власть пришла, то есть она в очередной раз почистила. Ты вот с огромным своим опытом, ты на государственной службе не остался. А почему? Тебя не просили? Сложно сказать. Я могу сказать просто по своему опыту, так как я вспоминаю 19-20 год, когда был фактически назначен руководителем очень серьезной структуры, в очень сложный период, когда был ковид. И это достаточно драматический момент. Да, конечно, конечно. Для всего мира. Это ужасно для каждой семьи, которая была в Молдове. Мы все были, прочувствовали через себя, через что прошли. И, само собой, в момент, когда, почему я делаю эту аналогию, потому что, опять же, в момент, когда я пришел и первый день, первая реакция была в том, что, опять же, понятно, что приходят люди с разных, допустим, там, с разных должностях и предоставляют разную информацию. И ты, как руководитель на первом этапе, идет у тебя поток информации, вы знаете, он там оттуда, этот оттуда, тот не знаю кто, он там имеет партийную принадлежность, другой имеет там не знаю что. И, само собой, в тот момент для меня было очень важно, чтобы структура работала. И даже те же какие-то, допустим, моменты, которые были, они... Я не предпринимал какие-то решения для того, чтобы, допустим, там, увольнять кого-то в определенный момент и ставить это как целью для того, чтобы привести кого-то другого. Так как я и политически не имел никакого какой-то принадлежности к какой-то партии, поэтому очень важно было в тех структурах, либо там, которые исполнительные, которые вот именно агентства, которые имплементируют определенные уже политики, да, для того, чтобы вот прийти, не допускать блокирования тех структур. Потому что то, что вот ты говоришь, что происходит, меняется человек, приходит другой, который можно в множество случаев как бы начинать с нуля. Так как имеет определенную, допустим, политическую какую-то, допустим, тоже поддержку, там, хорошо себя вел в партии, либо очень хорошо раздавал газеты, образно выражаясь по продвижению партии. И здесь как бы идет какой-то элемент, ну, давай я его устрою там, не знаю что. Поэтому в тех структурах мы, я вот постарался полностью, ну, фактически не исходить из тех элементов, которые касаются какой-то политической принадлежности. Мне не важно было, какой он, допустим, какой он религии, либо что он исповедает, либо какой партийный, допустим, у него, не знаю, там, икона какого партийного лидера стоит дома. Мне это не важно было. Важно было, чтобы с 8 до 5 выполнял человек свою работу. Если были определенные вопросы, то, что касались ненадлежащего выполнения, как говорил кодекс Сингапура, тогда были предприняты другие действия. Но первый элемент был вопрос, как я могу тебе помочь для того, чтобы оптимизировать определенные процессы. Что ты лучше работал, да. Так нужно подходить к вопросу. Санкционировать, наказывать, мне кажется, это, знаешь, как это, не всегда играет какую-то... Ну, смотри, у нас в Молдове существует так называемая некая кузница кадров чиновников, потому что это, как мы уже выясняем, как говорится, ценный товар, если так можно выразиться, штучный. То есть это очень сложно. Есть люди, которые много лет, я знаю, работали в Министерстве экономики, финансов. То есть это люди с большим бэкграундом. А потом в один момент просто их так, там, либо надо использовать, я не знаю, там, прошу прощения, куметризм, там, наношизм какие-то свои, там, кого-то поставить, потому что, или по партийной принадлежности, как ты говоришь, газеты разносил, был спонсором партии, значит, как говорится, я ему уже обязан, там, вот таким вот образом. Что нужно сделать, чтобы у нас механизм работал правильно, чтобы у нас чиновник был уважаем, профессионален, чтобы он занимался действительно государственной деятельностью, а не политическими интересами. Потому что у меня вот на передаче было несколько людей с тех же силовых структур, которых просто попросили, либо уволили, там, до сих пор там люди судятся, потому что вы работали при тех. То есть мы устраиваем вам витинг при витинг, вот про этот витинг уже столько, как говорится, копий поломало, а в результате что? У нас большие успехи в борьбе с коррупцией, у нас большие успехи в развитии экономики, вот как это все происходит, что нужно сделать, на твой взгляд? Мы молодое государство, мы становимся, многие страны, мы проходим через определенные процессы, я согласен, что есть очень много вещей, которых нужно дорабатывать постоянно, нужно предпринимать. И, к сожалению, мы видели даже во все промежутки времени, что было вот это, как говорится, вот этот элемент, что, слушай, я лучше там, не знаю, как пожертвую определенным процессом, у нас блокируется все, у нас структура заблокировалась, но зато я уволил там, допустим, или не знаю, потому что там имел какое-то политическое прошлое, либо там, не знаю, как ты говоришь, либо какой-то лейбелинг, да, когда печать ставится. Это, к сожалению, потому что нельзя предпринимать определенные действия, когда ты являешься руководителем, и ты видишь определенную цель, которую ты должен в первую очередь иметь, как говорится, должен думать о людях, которые, допустим, им в первую очередь должны быть предоставлены те государственные услуги, потому что государства это те, которые работают на людей, на людей, да, они это порой иногда путают, что думают, что люди работают на государственный аппарат, а все наоборот, мы предоставляем ту услугу государственную тем людям. Поэтому, когда ты забираешь и предпринимаешь радикальные какие-то решения, нужно осознавать и замерить тот риск, не заблокируется ли процесс. Потому что я вернусь обратно в агентство, если бы определенный момент я бы предпринял вот такие действия, фактически многие бы направления заблокировались. А что это означало? Это означало, что те или иные отрасли, которые существовали в рамках агентства, могли отразиться на общую цель, которая была вот тогда, вот именно борьба с этой пандемией, да, предоставление лекарственных препаратов вовремя, осуществление техавторизации, регистрации препаратов, авторизирование импорта. И поэтому в тот момент было, вот, понимал, что это не надо делать какие-то радикальные, само собой есть какие-то вещи, которые это уже, ну, здесь невозможно, кроме, как говорится, хирургического вмешательства. Но это как после предпринятия всех превентивных мер, как в медицине говорят. Да. Мы возвращаемся опять немного в медицину. Поэтому очень жаль, что порой используются некоторые механизмы, которые, ну, опять же, то, что касается приветинга, да, может быть, я, знаешь, я предполагаю, что все-таки цель была одна, предпринять, почистить, сделать, реформирование. Хотели как лучше, а получилось. Опять же, те инструменты, которые были взяты из Албании, потому что мы знаем, что этот механизм был там, имплементирован, он до сих пор, до сих пор все никак не может довести до конца тот процесс ветинга, который в Албании, если мы делаем сравнение. Да, но, опять же, если мы говорим о той цели, которую ожидали после того мероприятия, оно не было достигнуто. Сейчас мы видим тоже какие-то определенные резервы, которые, они есть, к сожалению. Я извиняюсь, мы должны уйти на рекламную паузу, потом у нас последняя часть программы, не переключайся. Мы вернулись после рекламной паузы, у нас последняя завершающая сегодня часть нашей программы, говорим мы про государственное управление с моим гостем. У меня сегодня Еремей Присиженюк, эксперт в области государственного управления. Слушай, давай, вот я, как и обещал, теперь поговорим о твоем походе в политику. Вот у тебя большой опыт государственной службы, потом, я так понимаю, твой опыт не понадобился нынешней правящей партии, по всей вероятности, потому что, могу только предположить, ценными кадрами в каких-то отраслях, особенно государственного сектора, не разбрасываются. Значит, было принято какое-то решение. Может быть, здесь, как говорится, господин Филат и был прав, который говорил, что, как говорится, про сектанство какое-то, вот у нас только есть свои, других мы не... Это имеет право делать любая власть. Тут вопросов никаких нет. Вот смотри, после того, как ты ушел с госслужбы, некоторое время после этого, тебе предложили пойти в политику. И ты стал вице-председателем Европейской ассоциал-демократической партии, ПСАДИ. Это фактически реформированная демпартия, у которой на тот момент был очень такой негативный имидж. Хотя, вот как я уже упоминал, надо признать, при правлении демократической партии было очень много компетентных профессионалов в самых разных областях. От силовиков до экономистов, финансистов. То есть, это люди, которые выполняли свою работу. Теневая сторона этого, мы ее сейчас не касаемся. Мы просто должны понимать, что в любом случае чиновник, он работает, а партийные какие-то лидеры или руководители, они уже принимают свои какие-то решения, которые функционер, так говорится, в хорошем смысле, он повлиять не может. Смотри, теперь вот ты написал на своей, когда ты уходил, значит, ты написал на своей странице в Фейсбуке следующее, цитата. На заседании Национального политического совета по СДЕ, несмотря на отсутствие кворума и грубые нарушения закона, проголосовали за кандидата, не являющегося членом партии. Более того, членам партии, включая меня как вице-президента, не дали возможности высказаться. Это подчеркивает диктаторские тенденции в руководстве по СДЕ. Слушай, мне кажется, что это классика жанра молдавского нашего политического сообщества. Люди сначала создают структуру, приглашают в нее разных специалистов, своих друзей, коллег. В определенном этапе это все идет работать, а потом в один момент бац, и кто-то принимает какое-то решение. Вот ты сходил, как говорится, в молдавскую политику. Я так понимаю, тебе, как бывшему госчиновнику, это не понравилось. Обычно как бы наоборот происходит всегда. Вот почему вот так происходит у нас в молдавской политике? Что с ней не так? Ну, по конкретному случаю, как бы, то, что касается молдавской политики, возможно, есть разные специфики. Это, кстати, такой, вот этот твой пример, он очень такой характерный. Это страница уже перевернутая в рамках... Да, я понимаю, что плакать не надо, да. В рамках Европейской социал-демократической партии, отрасль, которая была ответственной, это было международное отношение. И цель, которая была поставлена, это было восстановление тех взаимоотношений ввиду тех определенных проблем, которые были в прошлом, восстановление на уровне ПЕСа, это европейские социал-демократы, это на уровне международных социал-демократов, которые международные взаимоотношения. И как бы восстановление тех взаимоотношений с странами-партнерами по развитию в Республике Молдова внутри, именно посольства и другие международные организации. То, что за два года фактически было достигнуто, и благо тех усилий, которые были предприняты, той позицией, которой взяла партия, именно европейское развитие, четкое понимание того, что так как партия является частью социал-демократов европейскими, где это является на данном этапе, это вторая политическая сила на уровне европейского парламента, где существуют и комиссары, и европейские комиссары со стороны, социал-демократов европейских, группа СНД, вице-председатели парламентов, руководящие должности, которые очень сильно влияют на определенные процессы. Поэтому была достигнута эта цель, соответственно, восстановлены те взаимоотношения, то, что привело к тому, что, опять же, участие в локальных выборах, которое было в конце 2023 года, дали те результаты, которые, опять же, в совокупности тех факторов приобретения той легитимизации вновь по внешнему сектору, по внешним отношениям, именно дали то, что социал-демократы, опять же, возобновились или восстановились свое присутствие на политическом пространстве, на политической карте Республики Молдовы. Поэтому были выборы, изумительный результат, третье место по локальным выборам, благо тем локальным представителям, примарям, советникам, те территориальные структуры, которые очень хорошо проработали, изумительные специалисты в своих отраслях. И что самое интересное, те, которые одержали и держат постоянно контакт с теми проблемами граждан, которые существовали. А за счет чего такое успех? И вот я говорю, что вот это существуют те факторы, которые они способствовали, потому что это представители, которые уважаются в тех или иных регионах. Это тот опыт еще демпартии, сказал сам? Не только те, но были и те, но более того, были и другие, которые пришли именно вот после того, не модернизации, но ребрендинг, который был осуществлен в рамках и была создана социал-демократическая именно сегмент, европейская социал-демократическая партия, которая являлась опять же стратегическим партнером, единственным в республике Молдовы социал-демократов румынских. Да, вот вас даже называют их филиалом. Ну как это будет? Ну не филиал, филиал румынская ПСД имеет здесь филиал, это отдельная структура, которая подчиняется напрямую к Бухаресту. Здесь было определенное партнерство, которое было. Поэтому то, что было очень логически, это после всех этих мероприятий, после того, как было вот опять же восстановлено все это, следующий момент был вот опять же предвыборные мероприятия, которые опять же, то, что касалось вот выбора президентов, где по решению внутреннему и по общению с коллегами, то, что все наши члены бывшей, которые уже бывшие коллеги, было принято решение, что должен быть представитель партии, который должен дальше продвигать наши ценности, то, что касается нашего европейского вот этого нахождения, как членами европейской семьи, дальше продвигать европейский союз. И это должен был быть человек изнутри, который знает прекрасно, что такое ПСДЕ, и знает, что такое ценности, знает, что такое позиционирование, которое есть, знает те элементы внешней и внутренней политики, которые имеет партия. Но, к сожалению, в определенный момент было принято то решение очень поспешное, нетранспарентное, сугубо, которое привело к тому идентификации тех кандидатов, которые изначально уже... Это было принято председателем партии? Это было руководство, да. Но ты тоже ходил в руководство в Винске? Единолично это было, единолично было решение председателя, которое предоставил, опять же, и тот же председатель партии говорит об этом. А почему это происходит? Вот вообще такие вот... У нас, я извиняюсь, вот есть такое некий такой клише, да, что в Молдове все партии как ни собираются вместе, либо из них получается КПСС фигурально, да, либо вот сейчас говорят, вот, говорится, СРЛ. Вот поэтому мы и говорим, если мы, когда мы продвигаем какие-то ценности, да, говорим о демократических, транспарентность, мы ожидаем того, что это вовлекается те все, которые являются частью вот именно партии, да, те органы, те представители, то руководство, которое, оно фактически консультируется с разными людьми, которые... А когда принимаются такие быстрые решения, они до такой степени или приводят кандидатов из задней дверцы партийной, не знаю, там, с черного входа, выхода, ну, тогда и возникают определенные моменты, которые, опять же, приходите кандидаты... Это еще у нас недостаточная политическая культура в стране? То есть мы еще, как ты говоришь, не выросли, мы молодое государство? Почему так? Ну, здесь множество факторов. Или это специфика какая? Возможно, здесь больше и субъективных факторов, нежели каких-то объективных. Поэтому я думаю, что вот как бы непосредственно всегда в жизни старался быть и придерживался ценностям таким, как быть частью команды, быть частью того нечто совместного. А тогда, когда ты чувствуешь, что в определенный момент принимается решение каким-то очень узким, даже не кругом, а каким-то единоличным решением, поэтому принимаешь определенное решение, что для того, чтобы продвигать те ценности, и будем открыто говорить, европейские ценности, европейской интеграции, было принято решение, чтобы я фактически прекратил политическую деятельность и вовлекся в, опять же, неправительственную, экспертную сегмент, то, что касается, опять же, тех ценностей, которые придерживаются. у нас сейчас впереди будут вопросы от чата GPT, у меня есть такая рубрика, вот перед этим такой вопрос интересный, связанный тоже с цифровизацией, вот как цифровизация и внедрение новых технологий влияют на государственное управление в Молдове, как ты считаешь? Мы видим сейчас какие-то инициативы со стороны Министерства экономики и цифровизации, диджитализации. И видим те мероприятия, но, опять же, мы должны исходить из тех опытов тех стран, которые они уже внедрили. Эстония, которая практически по населению в два раза меньше, чем Республика Молдова, как она быстро это предприняла, как они быстро-быстро внедрили. Мы в 21 веке, то, что касается, опять же, искусственного интеллекта, диджитализары, какие-то процессы мы можем оптимизировать, автоматизировать и какой-то фактор более механический, такие как приемки. Ну вот чиновников, вот есть разные эксперты мирового уровня, которые говорят, что такие должности, как там различные администраторы, чиновники, а технические, они будут скоро замещены искусственным интеллектом. Вот у меня в гостях был как-то Вячеслав Кунев, это специалист в области IT. Вот он сказал, что он ратует за то, чтобы в правительстве хотя бы на уровне как это, совещательного голоса, на правах совещательного голоса вести искусственный интеллект. Вот как бы ты, чтобы прислушивались к нему, у которого нету ни сват, ни брат, ни кум, ни на наш, никого нет, он оптимизирует, как говорится, картину и приводит, как говорится, свою точку зрения. Как ты относишься к тому, чтобы вот в роли чиновника выступал искусственный интеллект? Ну, это более того, какие-то определенные отрасли и какие-то механические процессы. Ну, понятно, он должен быть обучен по какие-то. Потому что перенаправление, это очень, как бы, я вижу здесь позитивное, потому что, опять же, те чиновники, которые фактически вовлечены были в этот процесс и будут изменены, можно их привлекать в те другие какие-то направления более серьезные либо более важные, которые на уровне аналитических каких-то моментов, которые, опять же, исходя даже из того опыта, который имеет по механическому какой-то приемке, можно воплощать в более серьезные какие-то процессы. Я не думаю, что кто-то здесь теряет что-то, я не думаю, что кто-то теряет какие-то функции либо работу теряет. Здесь необходимость в том, что нужно рационально распределить и понять, как можно использовать тот ресурс, человеческий ресурс, для того, чтобы заполнить определенные другие элементы и другие направления. Вот перед тем, как перейти к вопросам от искусственного интеллекта, хочу тебя спросить. Вот по данным, я не знаю, ты сейчас, может быть, не владеешь последними данными, вот штат сотрудников Молдовы, именно государственно-чиновничьего аппарата, он перенасыщен либо в нем не достает специалистов? Насколько мне известно, есть очень большая проблема нехватка кадров и по разных министерствам мы видели, допустим, опять же, по образованию, кстати, сегодня день учителя, поэтому наши искренние поздравления всем учителям в важной профессии, которая недостаточно оценится, к сожалению. Не оценивается, к сожалению, и то, что мы видим в настоящее время огромнейшая нехватка кадров в образовании и более того, это опять же отсутствие той мотивации либо отсутствие той более четкой поддержки со стороны государства должно было быть для того, чтобы не допускать уход из данной отрасли. Поэтому вот именно по данным направлениям мы должны акцент ставить, потому что когда мы говорим о тех каких-то формированиях, либо говорим о той, как сейчас говорят очень часто, о дезинформации либо каких-то элементов, вот элемент образования, он очень важен для того, чтобы объяснять и создавать, допустим, обучение, потому что во многом, что такое дезинформация? Дезинформируется очень легко тот, который человек, который не обучен, который не имеет определенного образовательного процесса. А то, что касается очень множества отраслей, это даже в области медицины, мы видим большую нехватку семейных врачей, мы видим большую нехватку специалистов. Но это мы сейчас говорим про специалистов, я имею в виду про чиновничий аппарат. Некоторые говорят, что он у нас перенасыщенный. Слышал такую точку зрения, где-то даже данные приводили, что у нас на самом деле очень раздутый штат чиновников, которые на самом деле, сейчас мы не говорим про капитетность, просто их много. Ну, были моратория определенные на приемку, насколько вот по информации, то, что было в публичном пространстве, мораторий, но, опять же, я не думаю, что хорошие специалисты не в поиске, либо они не нуждаются. Тем более, сейчас в контексте европейской интеграции очень много отраслей, они нуждаются в тех специалистах с опытом, которые, опять же... Да, поэтому наши специалисты переезжают в страны Евросоюза на другие зарплаты. Слава Богу, что имеет возможность перенимать какой-то опыт. Потом хорошо, чтобы их возвращать, и поэтому надо мотивировать как-то, создавать какие-то программы для развития. У нас 10 минут до завершения, и теперь вопрос от чата GPT. Значит, вот вопросы по госуправлению в стиле легендарной железной летии премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, основанных на ее подходах к управлению государством, и которые она изложила в своей книге, которая называется «Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира». Постарайся кратко, насколько получится. Вопрос первый. Вы считаете, что государственное управление должно быть прежде всего эффективно организовано, или основой управления все же являются моральные принципы и долг перед народом? Я думаю, это совмещается. Это нужно совмещать для того, чтобы... Это не сугубо... Конечно, государственный служащий это в первую очередь патриот, поэтому помимо тех профессиональных навыков должно быть и тот элемент, то, что соединяет тебя с государством. Поэтому я думаю, что здесь совмещаются все эти элементы, которые должны быть соблюдены. Следующий вопрос. Маргарет Тэтчер верила в силу личности лидера и его решающей роль в формировании экономики. Как вы видите роль сильного лидера в управлении государством, особенно в условиях глобальных вызовов, стоящих перед Молдовой? Лидер, в первую очередь, должен быть очень ответственным, должен понимать, что то, что имеют перед собой, это люди, это граждане той или иной страны. Поэтому в первую очередь это должно быть восприятие внутреннее тех серьезных процессов, то, что касается настоящее и будущее, в первую очередь, людей и всей страны. Поэтому полностью согласен. Тэтчер придерживался принципа минимизации роли государства в экономике. Какие меры, на ваш взгляд, необходимо принимать, чтобы государство не вмешивалось в рыночные процессы, но при этом сохраняло контроль над ключевыми отраслями? Это совместная форма. Здесь как бы понятно, что здесь свободная экономика должна быть, потому что те отрасли, как мы говорили, какие-то социально уязвимые, слои населения, которые касаются какие-то продукты, как лекарства, вот как мы говорили. Здесь должны определенные, здесь не то, что контроль со стороны государства, но определенные нормативы создавать или определенные правила. Вовлечение государства, оно не рекомендуется, даже вот государственные предприятия, которые существуют, что говорят во множество ситуаций, неэффективности, порой те примеры предприятий, как Металферос, Молтелеком и другие, которые не очень убыточны, потому что, опять же, государство должно отойти от тех процессов, которые... Вот сейчас у меня будет об этом вопрос следующий, один из ближайших. Тетчер жестко выступала против излишней бюрократии, видя в ней тормоз для прогресса. Насколько актуальна для Молдовы проблема бюрократии и каковы ваши предложения по ее сокращению? Я этот вопрос уже задавал. К сожалению, это существует бюрократия, но, опять же, знаете, как замерение эффективности государственных структур осуществляется тогда, когда элементарно мы обращаемся к тем или иным публичным услугам и видим тот фидбэк или тот ответ со стороны государственного служащего, который, опять же, повторюсь, государство и те структуры должны... Мы должны поменять наше восприятие того, что гражданин это тот, который нужно предоставить ту услугу. Мы предоставляем. Мы как государство мы работаем на людях, потому что они платят налоги для того, чтобы государство предоставляло те или иные услуги в области медицины, социального обеспечения либо других направлений. Вот сейчас вопрос как раз по этой теме. В своей книге «Искусство управления государством» Тетчер отмечала важность приватизации для стимулирования экономического роста. Насколько приватизация сыграла роль в развитии Молдовы и какие области, по вашему мнению, могут выиграть от приватизации в будущем? Ну, опять же, приватизация в тех странах постсоветского пространства, которые произошли, они сугубо не прошли как-то транспарентным образом, как бы это желалось бы. Поэтому возникновение тех определенных олигархических структур это было, опять же, зарождалось вот именно в процессе данной прихватизации, когда это было. И очень жаль, что в те процессы, которые идея была хорошая для того, чтобы его воплощать, но, к сожалению, имплементация она порой создавала определенные какие-то лептократические элементы, которые они по концовке вовлекались и в политические процессы, соответственно, государственные, структуральные. Поэтому очень важно было именно из фундаментального каких-то элементов начинать. То, что касается сейчас приватизационных процессов, само собой это важно для того, чтобы осуществлять то привлечение инвесторов в Республику Молдова, но для этого нужно транспарентные какие-то мероприятия, конкурсы осуществлять, потому что мы можем посмотреть и даже другие примеры тех стран, которые перед тем, как входили в Европейский Союз и после того, как вошли в Европейский Союз, получили тот огромный виток инвестиционные, иностранные инвестиции, даже в Румынии, порядка 95 миллиардов евро, которые были вложения в экономику Румынии и не только в экономику, в инфраструктуру, в развитие разных направлений. Поэтому очень важно в контексте европейской интеграции быть открытым для инвестиций, но для того, чтобы быть инвестицией, нужно быть привлекательным и стараться избавляться из тех бюрократических моментов. Потому что любой инвестор, который приходит, первый элемент, который он имеет в взаимодействии с государственным чиновником, должен быть очень благоприятный и дружественный подход. Тэтчер твердо верила в необходимость государственной реформы и модернизации. Как, по вашему мнению, должна развиваться система государственного управления в Молдове, чтобы остаться актуальной в условиях глобальных изменений? Ну, в первую очередь, повторюсь, в первую очередь нужно поставить себя как гражданин должен быть перед тобой и не зирая это физическое лицо, юридическое лицо. Это вот в этом направлении. Поэтому все вокруг человека должно быть структурально. Поэтому данной структуры основной элемент должна быть четкая планификация и стратегия. И другой элемент это контроль за имплементированием структуры, которые должны существовать. Республика Молдова во множество структуры, они на законодательном уровне, даже структурально существуют. Но, опять же, мне кажется, что порой где-то правительственный состав, это достаточно огромнейший, это 16-17 министров, более того, очень много ведомств. Порой где-то страны, которые намного больше, чем Республика Молдова, имеют намного меньше министров. Ну, вот мы как раз и говорим про оптимизацию. 7-8 министров. Поэтому, где-то сугубо нужно идентифицировать, я не сторонник того, что там говорят, не надо мотивировать функциональные, допустим, тех министров, либо ведомства, там, государственных служащих. Но, в то же время, нужно четко понимать, что нужно конкретно давать те цели, для того, чтобы они предпринимали и выполняли те задачи, которые поставлены перед ними. И вот, завершающий вопрос, если можно коротко. Какую роль, по вашему мнению, должны играть международные отношения, экономическая интеграция, формирование будущего Молдовы с точки зрения государственного управления? Республика Молдова сама по себе не имеет будущего, для того, чтобы как-то предпринять, потому что маленькая страна, не имеем никаких ресурсов натуральных, поэтому для страны единственное решение, либо для того, чтобы достигнуть благосостояния, стабильности, безопасности, это европейская интеграция, это тот национальный проект, который сейчас фактически идет в процессе реализации, Молдова уже является кандидатом в Европейский союз, и мы должны смотреть те страны, которые уже прошли через это, те балтийские страны, которые на уровне ВВП пер капита дошли свыше 30 тысяч евро, хотя в момент вступления в 2004 году это было буквально до пределов 3-4 тысяч евро, как сейчас у нас в Республике Молдова. Румыния, Польша, это те страны, которые уже показали, что даже если они не были как-то подготовлены для того, чтобы вступать в Европейский союз, но в момент, когда начался процесс перед тем, как начать вступление, уже начались определенные внедрения тех или привлечения тех фондов, которые для развития той или иной страны не должны быть подготовлены. Спасибо. В завершении я хочу сказать, что привести слова германского канцлера Отто фон Бисмарка. С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы. Всего вам доброго. В гостях у меня был Еремей Пресечнюк. Хороших к вам выходных. Увидимся. Прорвемся.